Всем привет! Все на связи тут. У нас третий Касовцовный суд, судебное заседание по снижению срока нашему клиенту. Тут Наталья Николаевна Ландина, адвокат, известный питерский правозащитник Михаил Виноградов. Идем топить за нашего клиента. Пожелайте нам удачи в бою! Продолжение следует... Технические моменты. Главное, что работают. Готовы подождать. Готовы ждать хоть до вечера, потому что что? Ну, пришли за победой. Не больше наполнить ничего. Только поднимаю голову и улыбаемся. Улыбаемся и Машу. Местный Волк Петерский подключен уже. Дело вникает. Все. Наши ряды расширяются, полнеют, да? Переквалификация, когда ввели новые размеры. Да, да. Я тоже считала, что там лицу, естественно, должны были применять. Все верно, да. У нас было не одно дело, такое было. Это же правовая позиция, как можно сказать, вышла из одного дела. То есть на основе ее у нас было одно дело. Просто видите, у меня как бойцов, у меня таких вот перекрестков больше не было. Да. Перекрестное время, когда переход. Да, да, да. И поэтому, возможно, я даже не задавалась прочным вопросом, чтобы это найти. Не порвать. Или дела редкие, да. Да, вот, пожалуйста. В этом, получается, и приговор-то от 17-го года, когда уже поправки давным-давно были написаны. Тем не менее, суд посчитал, что все-таки коллекционное действие поставлено для 2006-го года. Пока у нас мы ждем судебное заседание, запахи нас привлекли в столовую местную. А там такой вид. Вот, вот этот колорит третьего касационного. Красота. В этом году, когда постановлением правительства 2012 года были внесены изменения и установлены новые размеры наркотического средства, конкретно в данном случае наркотического средства метанона, где особо крупный размер составляет 500 грамм. А наркотическое средство метанона весом 400 грамм, оно стало составлять более... 400 грамм, 4 десятых грамма. Там 4... 0,4... 0,4... Да. Стало крупным размером. И действия поддержали переквалификации с пункта В, части 4, статья 229, прим. 1 УКРФ, на часть 3, статья 229. Так как изменения уголовного закона в части определения размера наркотического средства, улучшающие положение лица, имеют обратную силу. И поддержали применение в соответствии с положениями статьи 10. В том числе, действия моего подзащитного были квалифицированы как сбыт наркотических средств посредством информационной сети интернет, включая сеть интернет. Но при этом суд первой инстанции сослался лишь на то, что мой подзащитный договорился о сбыте наркотических средств посредством почтового отправления. То есть в судебном заседании не были исследованы доказательства и не было представлено никаких мотивов относительно данной квалификации. Поэтому я прошу переквалифицировать действия моего подзащитного с пункта Б, части 4, статьи 229, прим. 1, часть 3, статьи 229, прим. 1, УК, и исключить квалифицирующий признак совершения преступления с использованием электронных и информационных и рекомендационных сетей, включая сеть интернет. По эпизодам преступлений, квалифицированных по пункту Б, части 4, статьи 229, прим. 1, части 5, статьи 228, прим. 1, части 3, статьи 30, пункта Г, части 4, статьи 228, прим. 1, УК, части 3, статьи 229, прим. 1, УК, совокупные смельчающие обстоятельства признание исключительно, применив статью 64 и снизить размер назначенного судового наказания до 5 лет и 6 месяцев решения судового. А вот, пожалуйста, доказательство, пожалуйста, вас представить. Уважаемый суд, ну если простыми словами, я хотел бы поддерживать доводы адвоката Волкова, Валерина, Демитова, и хотелось бы, касаемо квалифицирующего признака, с использованием информационной, телекоммуникационной сети интернет, немножко сюда добавить простыми словами, вот в данном случае материалы дела не доказательств, то, что мой подзащитный распространял наркотики путем распространения информации в сети интернет неопределенному кругу лиц. То есть фактически они переговаривались со своим сообщником путем обмена сообщениями посредством интернет-почты. У них был договор о сбытии, что фактически носило открытый характер связи, с собой подменяло обычное общение через смс, ну или телефонный разговор, что не может быть квалифицировано, как сбыть с использованием информационной, для коммуникационной сети интернет. Как самым остальным, я также прошу применить 64-ю статью по всем эпизодам преступления, и обратить внимание суда, если есть информация, на поведение осужденного, моего подзащитного, период отбывания наказания, его положительного поведения, как он себя ведет. Период отбывания наказания очень наше. У вас нету, да, личного дела? Нет, это не наше особенное, мы рассматриваемся. А ну, просто, да? Ну, замена, пожалуйста, возвращаемся. Хорошо, просто. Если вы пересмотрим в простуденном порядке, то есть, ну, хотел бы просто почерпнуть, что он себя там хорошо ведет, ничего не нарушает, продолжает. Не зря мы винили в 64-ю статью. То есть, он в целом положительный парень, ну, оступился, и тот объем наконтиков, да, за которого вы осудили, он, на самом деле, фактически, он хоть и крупный, и особо крупный, а по факту, он, ну, подходит под такое. А если, как я понимаю, я изучил этот вопрос, если определить, сколько это разовых доз, а это не так и много, это несколько разовых доз, а не десятки и сотни. То есть, несмотря на то, что законодателям этот объем обведен как особо крупный. Вот такой момент. Все, а сейчас пойдемте с вами. Процесса судебная коллегия руководствующая пункта 6 части 1 ст. 41-14, ч. 1 ст. 41-15, в КРФ определилась. Приговор, безразовывая по сударе с публикой Карелев, что в декционное определение судебной коллегии по уголовной делам и по сударе с публикой Карелев в 2016 году обозначены. Перекрестирование действия в пункте 2 части 4 ст. 229, в КРФ редакции генерального закона 7 декабря 2011 года номер 420 ФЗ по преступлению в период 7 февраля 2012 года по 4 апреля 2012 в отношении наркотического средства массово 0,04 грамма. На часть 3 ст. 229, в КРФ редакции генерального закона 7 декабря 2011 года 5 лет 6 месяцев решения свободного основания ч. 3 ст. 269, по свободности преступлений предусмотримых в КРФ ч. 3 ст. 228, в КРФ редакции федерального закона 202 года номер 2015 ФЗ ч. 3 ст. 229, в КРФ ч. 5 ст. 228, в КРФ ч. 4 ст. 229, в КРФ ч. 3 ст. 30, в КРФ ч. 4 ст. 229, в КРФ ч. 4 ст. 229, в КРФ ч. 3 ст. 229, в КРФ редакции федерального закона 2 ст. 211 года номер 420 ФЗ путем частичного сложения назначенных наказаний назначения наказаний 7 лет 6 месяцев решения свободы за договором наказания в проектную колонию строго режима в остальном указанном судебном решении оставить в беды изменения инвестиционного жалоба от паса Трукова и в КРФ ч. 4 ст. 30, curseen да Ӕ. от паса Трукова может получиться в первых excas Часть 4, 228, прямой сбыт, часть 5, которая сама по себе 15 лет предполагает размер наказания. В данном случае человеку назначили 8 лет за этих 5 статей, и в итоге еще полгода мы снизили. Это вопрос о том, что люди говорят, у нас и так меньше меньшего, мы признались во всем, как бы плохо не было. Это ничего не значит. Даже у вас 10 особо тяжких статей, 10, 228, 5, и вы признали особый порядок, это не значит, что потом срок не может быть снижен. Вы должны это понимать, очень много у нас дел подтверждает это. И на примере сегодняшнего дела мы подтвердили в данный момент тот факт, что все-таки это возможно. Спасибо нашему самому одному из надежных партнеров, адвокату Натальи Николаевне Ландиной. Правозащитник принимал участие, выступить правда не получилось, в следующий раз выступит наш Михаил Виноградов. Самое главное, адвокат Ландина Наталья выступила. Спасибо вам, Наталья Николаевна. И я тоже немножко поговорил там, дали высказаться все-таки. Спасибо третьему касационному суду. Всем удачи дела, пока. Пока. Пока.